Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Веселые побарыжки» с Павлом Дагаевым. И наш коллега из Сулы, трейдер Павел Дагаев, уже с нами. Павел, приветствуем вас! Здравствуйте! Приветствую! Как пережили сегодняшнее ночью утро? Торговали ли ночью? Что вообще происходило на вашем терминале? Нет, я спал. На четырех часах в такие моменты не торгуются. Я понял. Вы проснулись. И что увидели на экране? Плюсы и минусы? Расколбасы. У меня не было открытых позиций. А, вы закрылись. Да, предусмотрительно, консервативно закрылись. Ну, давайте посмотрим вместе, что сегодня можно сделать, что интересного на рынке. Может быть, вы уже и открыли новую позицию. Так, сейчас. Теперь же это интернет. Видим хорошо, Павел, вам слово. Ну, собственно, расколбасы все, наверное, уже видели вот этот вот. Как бы... Ну, в такие моменты только, наверное, на пятиминутках или еще как-то торговать. Потому что на четырех часах тут посносило стопы в обе стороны и шартистов, и лонгистов. Так что я, наверное, ближайшую на этой неделе буду вообще вне рынка, пока все это успокоится. По евро-доллару был сигнал лонговый. Такой достаточно уверенный. Посносило лонгистов. Ну, кто успел зафиксироваться, конечно. Сейчас уже сформирован сигнал шартовый. Еще не факт, что он не посносит шартистов. В общем, такая вот картина. На фунте похожая ситуация. Сейчас шартовый сигнал сформирован, но вот такие стопы ставить 200 пунктов. Это, по-моему, чересчур для стопа. Даже минимальный лод будет слишком большой риск. Я понял вас. Так, еще что интересно? На всех мажорах похожая картина. Канад тоже цена. Бегать широкими шагами туда-сюда. На прошлом деле хорошо были лонги такие. Сначала стоп получил, потом одну сделку открыл, потом еще доборчик взял и закросил. В итоге достаточно высоко. А на этой неделе прям даже и не торговал ни разу. Так, доллар и иена. По доллар и иене в настоящий момент формируется лонговый сигнал. Но стоп опять же будет глубоко внизу. По швейцарту та же самая ситуация. Сигнал лонговый сигнал есть, но стоп будет очень низко. Евро иене. Шартовый сигнал почти сформирован уже. Опять же с гигантским стопом. По фунт иене. Та же самая картина. Кстати, у меня в одном терминале четырехчасовки стали закрываться в девять в час и в пять часов. А в другом по-прежнему в восемь, в двенадцать и в четыре. Странный. Разнобой. Закрытие в четырех часовок. Так, золотишко тоже тут туда-сюда, его шатает, мотыляет. Он в настоящий момент формирует шартовый сигнал. По новозеландцу иену, стоп, поменьше немножко получается. Тянет, тоже здоровый стоп. Так, канадец иена тоже в ближайшее время, в ближайшие четырех часа будет шартовый сигнал. Странный иену тоже будет шорт скоро. Но опять же это все с такими гэпами, я не знаю, я лично торговать не буду все эти шарты и ланги. Я лучше потерплю. До евро-канадец скоро будет лонг. Австралийц, доллар. Уже почти сформирован сигнал на шорт. Таким стопом вкладкин. Тут 58 500. Все круто. И в новозеландцу. Вот тоже. Хотя тут есть такой канал, как бы, да. Это вроде как куда-то хуже шортить после такого движения. В общем, такие все сигналы нелепые, странные, которые я бы не стал торговать. Но я и не стану торговать. И никому не советую, кто на четырех часы веках ворыжек. Хотя, в общем, все сами знают, как торговать. Не, ну, сами знают это одно. Мы пришли вас послушать, естественно. Я понял вас. Ясно. Так как время Ильи Коровина, я все равно скажу, вы все рано или поздно сольетесь. Я понял. Торгуйте акционами, да? Да. Торгуйте акционами. Я понял. Ясненько. Ну, ваша позиция понятна, очень консервативная. Переждать, пересидеть, в общем-то, справедливо. Поезжайте все на дачу еще, можно было так сказать. Да, кстати. Вот. Сегодня, кстати, как, кстати, в Туле погода. В Москве хорошо, можно куда хочешь поехать. Там, рисовая. Да. Тепло, но солнца не видно. Солнца не видно. Ну, это до апреля не будет. А то, что тепло, уже хорошо. Ясненько. Ну, что, Павел, не жалко, не обидно, что такой был расколбаса, мы ничего не заработали. Или вы к неполученной прибыли спокойно относитесь? Ну, я научился вообще без эмоций подходить к этому делу. То есть, проснулись, утром увидели расколбасы, даже вот ни капли сожаления не было у вас. Ну, ни капельки вообще. Я же знаю, сколько можно было стопов нахватать еще. Ясненько. Поняли вас, Павел. Спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня сегодня и хорошего праздника. Спасибо взаимно. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.